История предприятия о том, чем оно сегодня живет, что поменялось и что нового достигнуто, гостям лично поведала Тамара Шашуркина, организатор мероприятия, которая 13 лет проработала бухгалтером на предприятии. Первыми в ее выступлении прозвучали слова благодарности к ветеранам за их многолетний добросовестный труд в годы работы и за их активную жизненную позицию сегодня. Впервые 11 мая 1913 года в поселке Электропередача начался первый сезон разработки и добычи торфа – топлива для электростанции. 11 мая и принято за точку отчета создания городского торфопредприятия, 108 лет тому назад. Руководил работами торфянников управляющий Иван Радченко, первый директор предприятия. Начиналась работа на торфяных массивах – Скворцы, Старый и Новый Зеленый остров, Морозовский, Белый мох, Липовая гирива, Дальгинский. Для работы на торфяниках привлекались местные постоянные и сезонные рабочие, которые приезжали из других регионов страны. Очень скоро появились поселки торфяников – Аргуновка, Светлое озеро, Кулиги, Сопово, Красный угол. Везде строились жилье, больница, школа, баня, столовая. В 1937 году на предприятии пришел работать Александр Брянцев – рационализатор, изобретатель, создатель и испытатель новых торфяных машин, за что неоднократно награждался дипломами и медалями ВДНХ. В честь него названо Брянцево поле. В начале 1941 года на торфопредприятие пришел приказ организовать цех по выпуску военной продукции. Уже через три недели цех, которым руководил Александр Васильевич Брянцев, выпустил первую партию деталей. Эти детали – составная часть грозного, доселе невиданного секретного оружия, реактивного миномета БМ-13, попросту «Катюши». Свыше 1100 работников торфопредприятий ушли на фронт. Более 400 пали смертью храбрых. Среди них – герой Федор Политаев. Все годы войны не прекращалась добыча торфа для ГРЭС-3, которая снабжала электроэнергией Москву и область. К середине прошлого века основные торфяные залежи были исчерпены. Разрабатывались новые торфяные массивы. Но работы все равно не хватало. Наряду с добычей торфа искали новые возможности. Так, в 50-е годы на предприятии был создан цех машиностроения для электростальского завода тяжелого машиностроения. В 1954 году на предприятие приходит работать Анатолий Михайлович Панин. В 1973-м он стал директором предприятия. Именно он выдвинул и притворил в жизнь идею организовать производство рабочих мест для женщин. К 30-летию победы возле торфа предприятия был разбит сквер и торжественно открыт памятник торфяникам. С 1978 года предприятием руководил Иван Федорович Гвоздев. Предприятие готовилось к тому, что ГРЭС-3 в скором времени перейдет на более прогрессивные виды топлива. И вот это случилось. 7 марта 1985 года на бункер электростанции в торжественной обстановке был подан последний состав. Прекращается добыча топливного торфа. Но продолжалась добыча торфа для сельского хозяйства на удобрение. Само предприятие продолжало жить и строить город. За 70-е и 80-е годы многие торфянники из бараков переселились в благоустроенные квартиры по улице Пионерской и Ухтомского. В пекорайоне улицы Ухтомского построили прекрасный детский сад. В 1986 году торфопредприятие было награждено Орденом Трудового Красного Знамени. Последним директором торфопредприятия был Александр Сергеевич Тетенков. Но благодаря реорганизации удалось сохранить производственную площадь 5,5 гектар, все энергоносители и промышленные здания. Теперь на территории находится предприятие АО «Элемет», которое не оставляет без внимания ветеранов торфопредприятия. За что мы безмерно благодарны директору АО «Элемет» Игорю Ивановичу Макееву. Почетными гостями мероприятия стали глава Электрогорска Сергей Дорофеев, председатель Совета депутатов Роман Тикунов и первый заместитель главы Людмила Шапар. Они поблагодарили ветеранов за их многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию. Действительно, послушав Тамару Александру, мы видим, что город Электрогорск, несмотря на то, что он молодой, в этом году 75 лет город Электрогорск исполняется, мы видим, что у него богатая и очень хорошая история, очень богатая именно трудовыми коллективами, людьми, которые принимали участие в воссоздании этого города и в том его виде, который мы сейчас и увидим. Спасибо вам за это огромное. Сейчас у нас остался один-единственный ветеран. Время меняется. Было только предприятие, сейчас его нет. Наверное, самая задача уже сейчас, наверное, наша, нашего поколения, это как можно больше, лучше, качественно воспитать нашу молодежь, чтобы они действительно любили Родину. А вам всем я желаю крепкого-крепкого здоровья и долгих лет жизни. На встрече работники предприятия вспоминали, как оно создавалось и работало в годы войны. Свои первые трудовые шаги как радовались успехам и достижениям. Дорогие наши постоянные, вдохновляющие и способствующие нашему движению вперед, женщинам. Вы видите, что мужчин практически не осталось, тех, которые были несколько лет назад. И вся надежда, как обычно на Руси, на женщин. Женщины у нас же движущая сила, любимая сила. И сила, которая не победит никому. За вас, любимые, родные наши. Мне, конечно, очень приятно говорить о цехе машиностроения, потому что цех машиностроения на предприятии в то время был ведущим цехом на предприятии. Я пришел в 65-м году в цехе, отработал 30 лет на предприятии от токаря до мастера цеха. Цех был дружный, хороший. Хорошие были начальники, вспоминай начальника. Гвоздев Иван Федорович, Степанов Антон Александрович. Хорошие токаря были. Ну и хочется вспоминуть тех, кого уже нет. К сожалению, на встречу смогли прийти немногие. Подводят здоровье. Зато необыкновенному оптимизму, юношескому задору и жизнелюбию можно позавидовать. Да и поговорить есть о чем. Для гостей выступили воспитанники театральной студии «Дебют» под руководством Светланы Булатовой и артист Дома культуры Андрей Лебедев. Помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры города.